Всем привет, дорогие друзья. Мы выбрались с Халилом на улицу. Нам нужно зайти в магазин, кое-что купить. Потом я хочу зайти в Айкик и посмотреть себе майку. Жара невыносимая. Я говорю, проклятый город. Это просто ужас какой-то. Не выйдешь. В общем, у нас времени полтора часа только. Успеем, не успеем. Я ищу себе тапки домашние. Такие симпатичные. Удобные. Возьму эти. Купила тапочки. Вот такие домашние. Одни розовые, а одни серенькие. Одни вот такие серые. Для дома нормально. Сейчас идем. Нам нужны сыры. Три вида сыров нам надо. Нам нужен хлеб. Лимонад. Молоко. В общем, немножко нужно продуктов купить и потом вайкики. Хлебушек свеженький. Только испекли. Мы еще берем пидель. Халиль любит пидель. Я нет. Я больше люблю такой. Свежий, вкусный, но от него поправляются. Ну, что делать? Так, ребятки, купили сыр. 59 лир. И вот этот вот, вкусный. 110 лет. Уже дорожает. Каждым днем все дороже и дороже. Только покупали был 70, уже 110. Пипила курицу. Это для духовки. Это для в духовке делать. Вот это вот ножки. Это для плова. Килограмм купили. Килограмм купили баранины. С овощами. И это тоже для духовки. Это уже много мы набрали мяса. Но это нам где-то на неделе полторы. Палил еще, купил йогурт. Купил еще один сыр. Для тостов. В общем, здесь мы купили мясо и сыры. Сейчас едем в другой магазин. Там купим молоко. Лимонады. Открылся новый магазин здесь. Рядом с Вакики. Ложки, поварешки. Разная ерунда. Там кто-то написал, что магазины колхозные. Ну, какие есть, да. Качества, конечно, никакого здесь нет. Такое. Что делать? Других нет. Много-много товара. Все для дома. Ну, что здесь? Тарелки, пиалы. Какие они должны быть? Золотыми. Обычные тарелки, обычные пиалы. Все обычные. Комплекты обычные. Ничего колхозного я не вижу. Ну, какой есть. А мы идем в Вайкики. Посмотрим. Мне нужна майка. Приходил, хочет себе майку посмотреть. Это я зашла в мужское дело. Мне нужен женский. Это туда. И в Вайкики испортился. Кое-какие вещи можно выбрать. Из разной ерунды можно выбрать неплохие вещи. Можно найти. Что мы уже 259. Были 100 с чем-то такие белые штаны. Уже 259. Топики, шутки, сарафаны. Надо было с Владой приходить. Она хочет какой-то сарафан. Ушла на тренировку. Каждый день ходит на тренировку. Я говорю, господи, мне бы миллион дали. Миллион долларов. Я бы не пошла. В такую жару по вечерам бежать на тренировку. Что я не вижу. Маек. Платье. Футболки нет. Они мне же так надоели. Эти футболки. Я вообще футболки не ношу сейчас. Вот здесь вот здесь спортивные товары. Вот здесь я хочу посмотреть майку. Нет, одни топики и лосины. Нету маек. Шутки, футболки и топики. Маек нет. Нету майки. Купальники, сумки. 159. Столи. Платье. А то, что нужно, нет. Зажимай эту маеку. Что это такое? Ну, это маеку. Такую спортивную маечку хотелось бы. Ну, есть. Рубашки. Платье. Не очень. Магазин стал, конечно. И качество такое. Что делать? А, вот там я вижу какие-то майки, но это не то. Я не хочу, чтобы она растягивалась. Хотела спортивную. В спортивном отделе хотела посмотреть. Влада купила себе недавно майку в спортивном отделе. Очень симпатичная. Ну, я смотрю, что нет уже их. Вот, нашла одну. Такой вроде материал, вроде неплохая. Если бы еще черная была, было бы вообще хорошо. Вот эту, наверное, возьму. И поищу, если есть черные еще. Ну, черных нет. Олег выбрал себе две майки. Я тоже. Мне так цвет понравился. А, он не передает здесь. Он зеленый такой красивый, насыщенный. Зеленый. Нормально. Подтойки. Их сажду. Майби вебеку. Получит еще себе белую майку. Вот такая вот, кремовая еще майка. Нашла я майку. Но дело в том, что я хотела другого цвета, другого цвета нет. Ну, ничего, нормальная. Симпатичная. Халю, конечно же, три майки. У нас дома есть 333, и еще надо три. Мы уже в Баймаре. Если нет, не надо молоко. Молоко, лимонад. Посмотрите эти цены на водку. 335, бутылка водки. 251, 170. Это просто. 409. Раки. Турецкая водка. Это я не знаю. Это тоже водка. 375, 275, 519, 300. Ничего себе цены. И пить не захочется. С ума сойти. Блэк лейбл. 439. Поллитровый. Кошмар. Рэд лейбл. 285, цена. А вот водка Смирнов. 349 литровая. Поллитровая. 249. Кошмар. Да это цены. Слава Богу, мы не пьем. Здесь пошло вино. 113. Да я не знаю, что такое лимон. Да. Это цены. Купили лимонад. Шалган халенюлю. Чуть-чуть винограда. Чуть-чуть огурец. Чуть-чуть помидор. И опа, чуть-чуть. Сейчас молоко я пойду. Мороженое бы хотелось, но мы домой сейчас не едем. Оно в машине растает. Здесь молоко. А, вот. Молоко по 19 литров. То молоко, которое мне нужно, 19,50. 3,3 жирности. Да, да. Яйца 30 штук, 47,50. Мы взяли 15. И замуж нам. За 25. А мы приехали в Донер-шоп. Вот такой вот Донер-шоп. Находится мы, закликто из Мерцена. Здесь очень вкусный Донер. Мы уже заказали, ждем свой заказ. Здесь всегда много людей, но просто сейчас уже полдесятого, и людей маловато. Уже все наелись, ушли домой отдыхать. Видите, все в цветах таких красивых. Слава Богу, включены вентиляторы, хоть не так жарко. Я говорю, Халилу, Господи, если бы я знала, что ты живешь в таком, в таком жарком городе, я бы не приехала, не вышла бы за тебя замуж. Я каждый год это ему говорю. Ну, правда, невыносимая жара. Я уже жду осень, жду октябрь, жду ноябрь. С нетерпением жду. Уже не отсел никаких. Вот такой аппетитный ДНР принесли. Это говядина. Говядина, йогурт и внизу хлеб. У меня с соусом, называется это блюдо из Кандер ДНР, а у Халила без соуса. Они любят соуса. Салатики порционные вот такие. перец, лимон, фанту и айран. В общем, такое вот аппетитное блюдо у нас. Бедный котик пришел кушать с тарелки. Правда, там мяса нету, я мясо съела, а кота только сейчас увидела. Если бы он раньше пришел, я бы ему мясо дала. Бедолашка. Они не кормят их, я не поймала. Вот все-таки здесь мясо, все это есть. Неужели трудно котам давать еду? По-моему, они не кормят здесь котов. А, там йогурт, как сметана, он его слизывает. Бедненький. Голодный. Мы уже поели, и нам принесли чай. Сейчас попьем чай и будем ехать домой, потому что Халил сегодня целый день мотался там по работе, устал. Такая жара днем. Так что мы сегодня кофе пить не поедем в кафе. Дома попьем кофе. Сейчас выпьем чай и идем. Все, друзья, мы уже едем домой. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok